Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Каковы перспективы КПУ ворваться в ТОП-5100? Универ ТВ ищет новые лица телеканала. Доешь революцию законы физики, колебания пространства и времени были успешно зафиксированы, а само исследование щедро вознаграждено. Не утихают споры вокруг государственной программы поддержки российских вузов в 5100. Кто же останется в этом проекте и что произошло 16 октября, узнаете прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. 16 октября с рабочим визитом Казанский федеральный университет посетил Валерий Катькало, корректор корпоративного университета Сбербанка и представитель Международного совета по повышению конкурентоспособности проекта ТОП-5100. Валерий Катькало ознакомился со стратегическими академическими единицами Казанского федерального университета и посетил различные объекты КФУ. Такие как Центр робототехники, Центр 3D-моделирования нефтегазовых месторождений и Центр медицинской науки. Напомним, что на данный момент в КФУ функционируют 4 стратегические академические единицы. Трансляционная 7П-медицина, Астровызов, Эко-нефть и Учитель 21 века. Этот визит очень важен для КФУ. Уже совсем скоро, 27-28 октября, в Екатеринбурге пройдет заседание Совета по повышению конкурентоспособности, на котором будет принято решение, сколько же вузов и какие именно останутся в проекте 5100. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. 15 октября делегация университета Южной Кореи Кукмин прибыла в Казань, чтобы познакомиться с возможностями Казанского федерального сферы робототехники, инжиниринга и автомобилестроения. Делегаты Корейского университета прибыли в КФУ для знакомства с инфраструктурными возможностями вузу сферы автомобилестроения и робототехники, а также встретились с директором Ильшат Магафуровым. Встреча состоялась на площадке инженерного института КФУ в Казани. Ректор КФУ лично представил площадку делегатам. Пока что речь идет о создании совместного центра компетенции в области автомобилестроения и автомобильного дизайна. Соответствующие договоренности были достигнуты в августе 2017 года, когда КФУ посетил президент университета Кукмин господин Ючи Су. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Делегация посольства Узбекистана прибыла с визитом в Казанский федеральный университет в ее главе генеральный консул Республики в России. Главная цель – общение со студентами-гражданами Узбекистана. Какие вопросы обсуждались на мероприятии, узнаете в сюжете Артем Тупичкина. Делегация посольства Узбекистана провела встречу с гражданами своей республики студентами Казанского федерального университета. Цель визита – обеспечение помощи гражданам Узбекистана, обучающимся в КФУ. Согласно программе, озвученной президентом Республики Узбекистан на 2017 год, 2017 год объявлен годом общения с населением. В этой связи посольством проводятся мероприятия по изучению, углублению и оказанию помощи гражданам Узбекистана, находящихся в Российской Федерации, в том числе и в Республике и Татарстане. Помощь заключается в проведении консульских консультаций и глубоком изучении российских законов. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Геологи, физики, химики и программисты КФУ приняли участие в осеннем сезоне самой популярной интеллектуальной игры «Что, где, когда». Чем запомнился прошедший тур всем зонтакам? А самое главное, когда же состоится долгожданный финал, мы расскажем в нашем следующем сюжете. В рамках внутривузовского этапа интеллектуальной олимпиады Приворского федерального округа на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась самая популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда». Используя метод мозгового штурма, команды знатоков в течение всего одной минуты искали правильный ответ на любые заданные организаторами вопросы, над сложностью и ухищренностью которых руководители проекта добросовестно поработали. Будет играть 15 команд с Института физики, с ИТИСа, а также студенты с Института геологии. Интеллектуальный тур прошел на одном дыхании, но финал по-прежнему все еще впереди. Планируем мы провести 5 игровых дней, а также у нас придет суперфинал 17 ноября. Команда организаторов студенческого научного сообщества SAG приглашает студентов Казанского федерального университета на игру «Что, где, когда». Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Научный мир встречает новую революцию. Ученым-физикам все-таки удалось зафиксировать колебания пространства-времени. Едва уловимые сигналы бесспорно дают основу новым открытиям. За эту революцию создателям первого в мире прибора, способного регистрировать гравитационные волны, вручили Нобелевскую премию по физике. Последние подробности научной сенсации вам расскажет наш корреспондент. Имена лауреатов Нобелевской премии в области физики прозвучали на весь мир в Стокгольме. Ими стали ученые, сделавшие решающий вклад в наблюдение гравитационных волн Райнер Вайс, Барри Бериш и Ки Торн. В этом году Нобелевка по физике стала особенной и уж точно запомнится надолго, ведь впервые за всю историю Нобелевских премий награду лауреатам вручили в минимально короткий срок. Чтобы заявить о своей работе на мировой арене, ученым понадобилось всего два года. Таких сроков Нобелевская премия еще не знала. Чтобы понять почему, физик Казанского университета предлагает заглянуть немного в историю мировой науки. Дело в том, что в 1915 году, когда Эйнштейн опубликовал свою первую работу по теории гравитации, начала отсчитываться эпоха, в течение которой долго не верили Эйнштейну. И считалось, что открытие гравитационных волн станет тем ключевым моментом, после которого самые последние фомане верующие уже поверят, что гравитация, предсказанная Эйнштейном, как раз именно описывает нашу Вселенную и вообще теорию тяготения. Так чем же тема гравитационных волн вызвала столь бурный ажиотаж в научном мире? Попробуем разобраться. Представьте, что вы можете какие-то процессы только слышать. Вы ограничиваете себя и не можете видеть эти процессы. Потом вдруг у вас открылось зрение, и вы эти процессы можете видеть. То есть в электромагнитном излучении для вас к вам поступает информация. А вот если мы будем использовать еще и гравитационные волны хотя бы в косвенном режиме, у нас, как сейчас удобно говорить, откроется третий глаз, может быть даже не четвертый, а пятый. Гравитационные волны, а именно колебания пространства-времени, ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией и так называемым прорывом в Вселенную. Когда массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала общая теория относительности. И лишь сейчас ученым удалось подтвердить его экспериментально. Поскольку были гравитационные волны открыты при слиянии двух черных дыр, одна из которых имела 35 масс Солнца, другая 29, было одновременно еще и доказано, что существуют черные дыры. И причем не просто черные дыры, а массивные черные дыры. Не случайно физик Казанского университета поделился своими знаниями. Ведь в КФУ уже более 50 лет занимаются теоретическими проблемами генерации распространения гравитационных волн. Что еще раз подтверждает тот факт, что буквально недавно почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев был номинирован на Нобелевскую премию. Так что их обнаружение, несомненно, сможет слечь в основу множество новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей, это направление станет одним из важнейших инструментов изучения нашей галактики. И даже всей Вселенной отмечает специалист. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Если вам кажется, что стать телеведущим можно только благодаря связям и деньгам, то следующий сюжет развеет ваши сомнения. Может быть, это именно ваш уникальный шанс попасть на экран телевизора. Смотрите скорее. Универ ТВ ищет новые лица и объявляет открытый кастинг ведущих. Ты всегда мечтал попасть в телевизор? Умеешь хорошо работать на камеру и уверен, что телевидение – это твое призвание? Если все это про тебя, тогда скорее приходи к нам. Первый этап кастинга прошел 28 сентября. У тебя появился еще один шанс попробовать свои силы во втором этапе. Это могут быть ребята без опыта, с опытом, могут быть сценаристы, операторы, монтажеры. То есть все те, кто хоть как-то причастен к телевидению. Или те, кто хочет поработать на телевидении. Кастинг состоится уже совсем скоро. Ждем тебя 18 октября в 13.00 по адресу профессора Нужина 1-37. Не упусти возможность стать частью команды Универ ТВ. Анна Глазунова, Ленардо Валитяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях и оставайся с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова